Шкода рассекретила электрический кроссовер Enyaq. Сюрприза не произошло. Модель получила достаточно спокойную внешность, при том дизайнеры не стали акцентировать батарейную сущность машины. У неё есть весьма достоверная имитация решётки радиатора. Таким образом, чешская марка, первой из всего концерна Volkswagen, начала выпуск электромобиля на платформе MEB. Правда, до реальных продаж пройдёт не меньше полугода, так как отгрузка машин дилерам начнётся только следующей весной. Впрочем, цены объявлены уже сейчас. В родной Чехии самый простой заднеприводный Enyaq будет стоить около 40 тысяч евро. Для понимания, за те же деньги реально купить дизельный Kodiak 4х4. Вообще, по размерам аккумуляторная новинка лишь немного отстаёт от упомянутого Kodiak. Правда, электрический паркетник ограничился лишь двумя рядами сидений. Зато предложил просторный салон и ровный пол. В гамму включены 5 разных версий. Три из них заднеприводные. Базовая может проезжать на одной зарядке 340 км, а топовая – все 500. Два полноприводных варианта получили самый большой аккумулятор из имеющихся. Впрочем, для нас вся эта информация носит строго факультативный характер. Ведь российский офис Skoda не планирует торговать электромобилями. Во всяком случае, в ближайшие годы точно. Презентуя новую Mokku, Opel ограничился представлением только электрической версии. У такого кроссовера один электромотор, который приводят передние колеса, а под полом кузова рассованы литий-ионные батареи. Теперь же немецкая марка под французским патронажем раскрыла исполнение на бензине и солярке. Последнюю потребляет полуторалитровый турбодизель отдачей 110 сил, с которым состыкована безальтернативная механика. Единственная бензиновая турботройка объемом 1,2. Ее базовый вариант выдает 100 сил, а форсированный уже 130. К обоим прилагается шестиступенчатая механика, но для старшего движка можно заказать 8-диапазонный автомат. Полного привода не будет, так как платформа концерна ПСА не поддерживает схему 4х4, и это фактически ставит крест на российских перспективах модели, которая, впрочем, наверняка появится и в наших краях.